всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет такой домашний влог немного обо всем и сейчас хочу вам еще показать свой заказ faberlic я хочу вам сейчас прежде чем показать faberlic немножко снова прибавить вам настроение летнего посмотрите они оба у меня распустились вот эти цветы боже какие они красивые да их минус в том что они вот так цветут только раза в год и буквально вот где-то ну неделю максимум у меня вот эти цветы стоят дальше они нас к сейчас такое солнышко погода классная все тает на улице и буквально неделю вот стоят эти цветы дальше они уже вянут и вот как-то так но они безумно красивые сейчас погода хорошая открыла окошко у нас тут вертолеты разлетались вот и многие девочки мне написали что наташа есть много еще есть другие цвета эти этого цветка до другие цвета вот я посмотрела сейчас в интернете кстати продаются именно клубни этих цветов и на вальберис и на озон на вальберис правда вот такой же красный и белый я только увидела не знаю надо еще порыскать посмотреть а на зоне есть такой фиолетовый есть еще варианты махровых этих цветов и варианты знаете как это называется когда вот этот цветок скрещен с кем-то другим забыла как называется но в общем вы поняли но мне безумно нравится то есть я ради вот такого тем более они меня цветут где-то вот как раз март конец февраля начало марта то есть начало весны и но это же нереальная красота ради такого я в общем хочу заказать себе еще клубни там упаковки по 2 по 2 клубенька или один клубенек что-то такое на вот ну давайте сейчас покажу вам еще свой заказ фаберлик так конечно же я у фаберлик взяла бытовую химию я взяла вот эти кондиционеры для белья они более концентрированные чем вот эти то есть более густые скажем так но я еще вот такой кстати взяла потому что мне нравится вот этот аромат восточный пион и хватает вот этих кондиционеров надолго реально в два раза дольше они у меня используются чем вот этот кондиционер поэтому вот эти очень советую и взяла также попробовать вот этот биогель для стирки 3 в одном концентрированный формула против пятен вот видите вот эти средства подходит для жесткой воды мне вода не жесткая но они мне очень нравится и вот этот аромат он такой аромат но лично для меня больше роза роза пион какой-то пахнет но не сильно такие ядерные ароматы вот в общем вот это мне больше всего парам а то нравится и вот этот мне нравится кондиционер тоже взяла и взяла еще вот этот биогель для мытья посуды я его уже брала цитрусовый он тоже тут очень густой прямо такой гель гель вот и хорошо отмывает также убирать и запахи имеет такой легкий цитрусовый аромат то есть не не ядрена цитрусовый такой легкие тоже не сушит руки и мне тоже он очень понравился вот повторила взяла уже считайте второй раз из бытовой химии это у меня все еще я взяла себе вот такую маечку от фаберлик взяла зелененькую сейчас я вам открою покажу вот так вот выглядит эта маечка я взяла в размере с предыдущие маечки которые я брала они были из вискозы это хлопок но он очень 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 мягкий хлопок здесь идет вот такое кружево но кружево мне неважно я беру размер с и они сидят на мне в обтяжку почему я беру такой размер потому что я использую это в качестве ну скажем так нижнего белья у меня как раз есть зеленые такой свитер и платье теплое такое она увязаная имеют туда и я одеваю это под низ чтобы было тепло и мне так комфортнее никакие сторочки там не колется ничего такого поэтому я беру и специально беру чтобы все дела в обтяжку чтобы любая другая вещь который я одеваю сверху будь то объемный свитер или более такого обтягивающие скажем так свитер более по фигуре чтобы все равно маечка но особо не допорщилась потому что я ее заправляю в брюки если допустим со свитером и если маечка больше размера то она получается но сборка такая идет да вот поэтому я беру именно вот такой вот размер с а если вы хотите чтобы не плотно сидела не облегала берите на размер больше вот но качество конечно очень классно очень мягенькие хорошо все пошито вот такой кружево то эти маечки в качестве нижнего белья я вам очень советую есть у них на бретель очках с таким прямым вырезом тоже с кружавчиком у меня уже я не знаю года полтора те майки и с ними ничего не стало я очень часто стираю использую в основном как нижнее белье или иногда даже сплю то есть одеваю маечки какие-то шортики и вообще супер мне очень нравится надо специально взяла качестве нижнего белья можно кстати как в качестве пижамки использовать да то есть вот такую маечку каким шортики хлопковые и вообще супер очень нравится вот эти маечки от faberlic я не знаю взяла вот такого цвета почему-то хочу надо мне еще черного и бежевого хочу еще взять ну под разные свитерочки чтобы чтобы они у меня бы еще девочки я тут набрала немного косметики но я набрала это все скажем так вместе со своей сестрой она мне тоже захотела попробовать она просто приезжала пробовала мне мои помады матовые очень понравились но она не захотела матовые она захотела такие скажем так с глянцем да вот я взяла три помады сейчас распакую покажу единственно что я забыла какой у меня сестра из них выбрала меня сестра выбрала 2 вот я забыла какие она выбрала вот еще взяла вот такой блеск для губ я так понимаю что вот этот блески на них очень хорошие отзывы но их наверное снимают из производства там еще мало цветов осталось действительно я взяла вот такой прозрачный в любом случае на какую-то помаду поверх можно будет нанести вот его просто нанесла немножко такие какие-то розовые блёсточки содержат эти очень вкусно пахнет карамельками вот этот блеск очень прикольно девочки все артикулы оставляю вам внизу в инфобоксе так то сестричка у меня решила попробовать вот такие жидкие тени я кстати не очень люблю жидкие тени не знаю почему мне как-то вот больше нравится сухие а у меня сестра любит вот такие жидкие вот такой вот он немножко металлический бежевый такой с небольшой даже розовинкой очень кстати прикольный цвет но там в отзывах было написано что очень хорошо держится вот эти тени в общем сестричка у меня решила взять попробовать вот я не беру тени потому что у меня тени много всяких разных и поэтому я себе запрещаю покупать тени хотя очень хочется иногда на свет сушите прикольный такой даже на каждый день даже найти на центр века нанести чтобы скажем так выделить такой макияж акцентный немножко сделать очень даже прикольно моя любимая тушь как всегда в свои запасы мне хватает ее где-то на три недели ежедневного использования постоянно вы меня спрашиваете вам нравится как выглядит моя ресница артикул 5248 она у меня наверно мелькает в каждом заказе вот так вот выглядит футляр одну такую тушь я отдавала кстати своей сестричке ей тоже безумно понравилось так что всем советую так еще у меня сестра взяла вот такой карандаш для для бровей извиняюсь 5785 он тут такой достаточно тоненький и вот я его нанесла на ручку видите он какой он подойдет как раз таки для темноволосых девочек скажем так у меня у сестры волосы чуть чуть посветлее чем у меня вот но она тоже у меня темненькая и видите не уходит в ржану он не рыжит это очень здорово вот тоже вам подпишу артикул внизу в инфобоксах вот так вот выглядят помадки вот эти вот они кстати очень прикольные вот такой вот у них футляр и здесь они этот футляр идет на магните вот здесь вот видите вот вот так вот выглядят помадки не такие увлажняющие вот так вот они выглядят значит 1 1 помада более темная это точно у меня брала сестра как 387 это вот эта первая более она такая темная более красная более такая ярко-красная это вот это номер у нас 40 384 и более такая ягодная вот эту ягодную скорее всего я себе заберу потому что я люблю такие оттенки это 40 386 вот такие вот три помадки научим сестра мне приедет и какие-нибудь у меня заберет вот ну и конечно же у меня тут каталог обязательно тоже посмотрел какая-то видимо новая тушь надо будет попробовать удлиняющая тушь так что полистает уже обязательно каталог вот так что вот такой вот у меня получился небольшой заказе как всегда артикулы все вам оставлю внизу в инфобоксе девочки еще показать у меня сестричка она у меня как этот руководитель проекта моего в общем она мне тут замочила уехала сказала что нужно сажать и здесь вот она мне посадила тоже перец но она из того что зайдет часть заберет себе час и ставит меня но мне меньшую часть себе большую часть тут она уже замачивала сажала его вот какой-то оранжевый букет вот такой вот перчик у у нас будет вот то что у меня будет пару кустиков и пару кустиков у моей сестры вот и здесь у меня помидоры петр великий какие-то я не знаю не знаю что это девочки вот она мне их замочила они тут у меня уже видите проклюнулись вовсю сказал что нужно посадить сейчас буду этим заниматься как раз таки и здесь вот у меня тоже перец оленька она его замочила давно и в общем он тут что-то не очень хорошо проклюнулся на самом деле вот долго он лежал 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 вот ну проклюнулся в общем буду тоже сейчас все все сажать вот такие ложечки так что вот такие вот у меня дела с моей рассады вот сейчас займусь тем вопросом не надо будет нужен готовить в общем такая ответе мне тут история растет вовсю сестричка в общем но и руководить девочки как чего куда сажать когда чего замачивает она мне пишет там это наташа замачивает оси делает этого вот так что у меня есть руководитель проекта будем по ее проекту будем делать а тут вот девочки у меня мои петуньки сейчас покажу как у них дела ведь у меня некоторые взошли есть некоторые вот здесь вот что-то не зашли я смотрю вот какие-то взошли какие-то не зашли у меня прошлом году была такая же история тут что-то никого нету но может на самом деле позже взойти вот так что такие вот у меня тут малыши по всходили вот будут теперь расти благо на улице стало солнышко уже есть скажем так световой день у нас уже побольше поэтому как раз для рассадки мои так что вовсю девочки занимаюсь вот под руководством скажем так но петуния прошлом году тоже уже сажала кто меня давно смотрит тот видел что у меня вроде неплохо получилось вот но и в этом году сестра у меня петуния так не сажает у нее почему-то она не всходит ну не получается в общем рассада если что ей просто отдам парочку если у меня все будет хорошо что вот такие вот у меня уже огородные дела можно сказать вовсю меня еще спрашивали про чайник как он мне нравится пользуюсь я или нет да у меня уже был подобный чайник и для большой семьи для но когда часто приезжают гости на самом деле это просто супер я завариваю сейчас вот такой чай ахмат покупал его в ленте он очень крепкий и в него я добавляю сушеные здесь у меня груши и яблоки и получается очень-очень вкусно сушила я их сама яблоки и груши у меня своего огорода получается настолько ароматный чай то есть это засыпаю черный чай и сверху добавляю их не промывай потому что это ну свои собственные да я их сушила сама собственного огорода вот просто добавляю потом когда у меня вода вскипит уже и я вот эту колбу прикручиваю крышки ставлю и заваривается просто ароматный чай я кстати очень люблю чай с добавками но добавки вот сама добавлять то есть покупать уже готовы с добавками мне почему-то не очень нравится мне кажется они какие-то химозные вот такой вот у меня обалденный чайчик получился он заваривается и получается такой ароматный как немножко с добавлением компотика очень вкусно и ароматно советую вам тоже так попробовать сделать если у вас есть сушеные сухофрукты обязательно попробуйте добавить их чай и получится очень-очень вкусно и чай я заваривала не просто так сегодня на ужин я приготовила мясной пирог он из слоеного готового теста внутри у меня фарш картофель натертый на крупной терке нас тест на специи и лук еще я вам обязательно оставлю ссылочку на видео где я уже показывала рецепт этого пирога это любимый пирог моего мужа мне вообще мужчины не любят сладкие сладкую выпечку поэтому я всегда делаю что-то такое мясное скажем так сырное и тому подобное вот поэтому сегодня у нас вот такой вкус нужен вкусный чай и очень вкусный пирог обязательно попробуйте его сделать тесто у меня покупное так что получается очень вкусно но из остаточков теста у меня остался один пласт и я его раскатала разрезала вот на такие небольшие прямоугольнички скажем так смазала их немного кетчупом положила сюда колбаску и сверху сыр это у меня будет завтрак я его беру с утра разогрею и получится просто обалденный завтрак у меня тоже моим домашние очень любят подобное блюдо вот так что это кстати к тому что я делаю из слоеного теста обычно вот такую выпечку сладкую там с яблоками очень редко потому что у меня повторюсь домашние не любят сладкое и здесь еще забыла показать когда ездила в обе я приобретала но это обычный овес в общем траву для кота своего можем тут ее выращиваю тоже ему обычно он ее кстати не ест не знаю почему вот ему нравится именно уличная трава такой он как-то не особо вот но все равно я выращиваю может быть ему понравится лучок у меня еще тут мой так что вот такие вкусности я сегодня приготовила траву коту обязательно ну и на сегодня я буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео всех люблю целую до новых встреч